Всем здорова, чуваки! И девчонки! По превью названию этого ролика вы наверняка поняли, что мы сегодня постараемся приклеить что-то к антипригарной сковороде при помощи суперклея. Ну а кроме суперклея у нас есть обычный клей-момент, вот такой мощный строительный секундный клей, клей-карандаш для бумаги, а также есть клеящие ленты. Это пластырь, армированный скотч и двухсторонний скотч. Ну а сравнивая все это с антипригарным покрытием, мы будем при помощи вот такого металлического профиля. Здесь нет вообще никакого покрытия, это обыкновенный металл. И также мы сюда будем все эти предметы клеить и сравнивать со сковородой. Что прилетнет сюда лучше, а что сюда лучше. Давайте приступим к эксперименту. А для этого мы приготовили вот такие маленькие кусочки ткани, на которые будем наносить клей и смотреть, приклеятся они или нет. Для объективности эксперимента нам нужно обезжирить поверхность металлического профиля, а поверхность сковородки обезжиривать не нужно, так как она новая. Берем для этого white spirit, наносим его на ткань и хорошенько протираем наш профиль. Ну что, Серега, профиль готов, можно начинать клеить. Окей, так, берем двусторонний скотч, я думаю, стоит его приклеить для начала на сковороду. Просто приклеим вот так вот. Опа! Далее давайте по порядочку. Ну, возьмем, что, армированный скотч теперь. И так же приклеиваем на сковородку. Чик. Окей. И пластырь. Приклеиваем. Так, ну что, клей как? У тебя высохло уже все? Да, все высохло. Давай, ты можешь, короче, клеить пока вот эти вот липкие ленты так же. А я возьму пока что клей и буду наклеивать на сковородку. Так, давайте возьмем для начала обыкновенный... Нет, какой? Подождите. Надо взять что-нибудь такого легкого и начать. Так, берем клей для бумаги и наносим на сковороду, наверное. Так, берем кусочек ткани. И сейчас давайте где-нибудь... Ну, давайте прям сюда, да? Так, наносим. И теперь приклеиваем кусочек ткани. Давайте перейдем к следующему клею. Это вот такой вот момент обыкновенный. Я, насколько знаю, он такой тоже довольно жесткий. Когда он высыхает, он похож на резину. Давайте его так же нанесем чуть-чуть. Ой, потек уже! Так, давайте скорее. Так, сюда вот так наносим. О май год, как тут много его. Берем так же кусочек ткани и так же наносим. Так, Серега, с лентами я закончил. Давай я начну клеить ткань? Давай. Кстати, чтобы не запутаться, может быть, подпишем? Кстати, да, нужно сходить за карандашом, а ты пока клей все остальные клеи. Леха, а что думаешь, приклеит вообще или нет? Слушай, не знаю. Вот ленты, мне кажется, точно не приклеят. Вот сейчас мажу клей для бумаги и что-то мне кажется, что он тоже нифига не приклеит. Но я точно ставлю на два вот этих момента. Момент всегда самое лучшее качество. Переходим к супер-клею. Супер-момент. Открываем упаковку. Ну, если этот клей не приклеит ткань к металлу, то, мне кажется, здесь ничего не справится с этой задачей. У нас остался вот такой вот строительный секундный клей. На нем какие-то непонятные буквы и цифры. Написано цианокрилатный секундный клей. На самом деле, мне больше всего интересно посмотреть, что будет крепче. Этот клей строительный или вот этот вот секундный клей-момент. Потому что момент стоит примерно 100 рублей, а вот этот 200-250. Так, ну что, Лех, ты приклеил? Да, я закончил. Так, вот тебе карандашик. Ты пока подписывай, а я доклею свое. Так, где вот супер-клей и вот еще секундный. Берем кусочек ткани. Секундный клей. Давайте наносим на сковородочку. Скорее, 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 скорее. Есть. Ну и последний клей берем строительный секундный. Также наносим на сковородку. Скорее, скорее, скорее. Готово. Лех, я тебя жду. Дай мне карандашик, я тоже подпишу. Так, этот у нас был бумажный. Пишем буковку Б. Это классический момент, пишем буковку К. Это секундный момент, пишем буковку просто М. А это строительный секундный, пишем просто С. О, ничего себе, Серега. А у тебя такие же обозначения, как у меня. Прикинь. Так как у нас есть некоторые виды клея, которые высыхают не за секунду, а за 15-20 минут, я думаю, подождем 30 минут и продолжим эксперимент. Ну что, ребята, у нас все готово, и мы можем начать отклеивать наши образцы. Ну и начнем, я думаю, с самого простого. Это лейкопластырь. Давай, Леха, отклеивай. Посмотрим, что у тебя там. Слушай, ну как будто тяжеловато. Да, не, на мой взгляд, это было очень легко, Серега. Ты уверен? Да. Окей, давай посмотрим на сковородку теперь. Я не буду ее придерживать никак, я постараюсь просто вот так вот взять и потянуть вверх. Это было, по-моему, еще и легче, чем у Грати. Вообще, просто секунда. Она даже поднять сковородку не смогла. Что-то там на миллиметрах всего лишь. Ну это было изи вообще. Если у меня был хоть какой-то звук такой, ну, у тебя просто чик, и все. Да, видно было, что ты приложил усилие, а тут вообще легко. Давай следующую. Так, Серега, как ты думаешь, что крепче? Двухсторонний или все-таки армированный? Не знаю, мне кажется, это одно и то же почему-то. Мне кажется, армированный будет попроще, поэтому давайте отклеим его. Ух ты, давай, приди, помогу тебе. Я думаю, по звуку сейчас было слышно, как тяжело отлепился этот скотч. Давайте посмотрим на сковородку. Что же нам покажет антипригальное покрытие? Удивит оно нас или нет? Давайте тянем. Раз, два, три. Так, ну слушайте, ну... Ну это уже хоть что-то. Ну тянется? Ну хорошо. Ладно, я понял. Давайте приложим чуть усилий. Я сковородку вот так вот придержу. Да. Не-не-не-не, это было легко. Очень легко. Да, я видел, ты всего лишь одним пальчиком держал. А я тут напрягался целой рукой, мы вдвоем тут держали. Переходим к двустороннему скотчу. Ну как будто так же. Ну как будто так же, но по ощущениям немножко еще даже легче, чем армированный. Поэтому посмотрим, что у тебя. Да? Ну давай, хорошо. Так, окей. Ну понятно. Держит как армированный, реально. Хорошо, придерживаем так же и смотрим. Ха-ха-ха-ха-ха. Вообще легко, очень легко. Как будто он даже не приклеился, а просто, знаете, вода засохла вот так вот вместе с ним. И он просто как будто водой был приклеенный. Но точно так же, как армированный. Они вообще одинаковые. Одинаковые. Ну как я и думал, они очень похожи почему-то. Я не знаю, мне кажется, текстура тут такая же или что. Ну короче, похожи максимально. Давай начнем с клея. Да, давай начнем с клея. А именно с бумажного клея, Серега. Ты как... Ну и что скажешь? Я не знаю, это было просто очень легко. Поэтому я думаю, что здесь будет так же легко. И поэтому это будет оба легко. Слушай, ну это неудивительно, кстати. Потому что этот же клей для бумаги предназначен. Он должен склеивать только бумагу. А тут мы взяли ткань, еще и склеили его с металлом. Вот он до сих пор влажен. Он, видимо, не впитался ни в металл, ни в ткань. Поэтому он бесполезен. Хорошо, давайте возьмем... Вот он. Бумажный клей. Я даже вообще усилий не прилагал, понимаете? Я просто вот так взял аккуратненько. Я даже не почувствовал никакого приклеивания, ничего. Просто как будто взял вот так вот. Обычную вот так ткань со стола. И все. Настолько это было легко. Остались самые такие нормальные, да? Да, остались самые интересные. Ну что, на очереди у нас классический момент. Так, что думаешь, Лех, по этому моменту? Не знаю, я думаю, он будет крепче, чем все предыдущие. Но лично я жду битвы момента секундного и строительного секундного. Так, интересно, давай, Леха. Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. На что попробуем? Это очень похоже на клей-карандаш для бумаги. Серьезно? Но только чуть-чуть более липкий. Вот как будто он такой, вот под микроскопом смотришь, он такой, мы будем крепче держаться. А так было очень легко. Блин, что-то я, честно говоря, ожидал другого. Я думал, прям сильно приклеить, нормально так. Ну, давайте посмотрим на сковородку, хорошо. Классический клей. Раз, два, три. Ну, по звуку, Серега, вот мне кажется, вот этот сейчас похож на бумажный, который был у меня. Да, согласен. То есть он немножечко похрустел совсем так, но вообще не держал. По звуку было похоже на бумажный клей, но по ощущениям этот держал где-то в раза так три, наверное, жестче, чем бумажный. Потому что бумажный он практически не держался вообще. Так, Леха, у нас остаются два главных клея. Супер клей-момент и супер секундный строительный клей. Самые жесткие такие, прям претенденты. Сейчас будет жесткая заруба. Так, это какой? Это момент, да? Вот этот суперский момент, который. Давай, начнем с него, я думаю, да? Да. Ты как думаешь, какой крепче? Я, честно говоря, не знаю, они оба секундные. Мне кажется, блин, даже... Ну, строительный, наверное, должен быть жестче, потому что, ну, он же предназначен для строительства. Там должно быть как-то все мощнее. Да, я напомню, что он в два раза дороже, поэтому я думаю, что он будет покрепче. Поэтому я думаю, надо начать с секундного момента. Да, этот мы оставим на потом. Давай. Раз, два, три. Прямо видно было, как ты напрягся. Вообще, в какой-то момент я уже думал, мне сейчас придется прям тянуть ее с синдром. Я видел у него бицуху, он прям такой стоит. Давайте посмотрим на моего претендента, на сковородочку, на антипригарное покрытие. Так, по-моему, это он. М, М. Все, все правильно. Так, берем. Мне очень интересно, как она приклеилась. На счет три, да? Раз, два. Я даже не держал. Она просто отклеилась. Изи. Вообще. Я просто думал, я сейчас ее подниму, короче, и потом отклеивается все. Блин, я не знаю, я ее удивлен до сих пор. Какого хрена? Суперклей не клеит, что ли, антипригарное покрытие? Или что? Получается невозможно? Ну, получается так. Возможно, мы сейчас до этого снимали крупным планом, и вы не видели, как Леха напрягался. Давайте сейчас вообще чуть возьмем. Леха, давай вот этот клей сейчас ты вот постараешься, показать на общеке, как это выглядит. Готов? Я готов. Так, суперсекундный строительный клей. Раз, два, три. Даже ткань порвалась. Вот это уже мощно, посмотрите, ребята. Вот здесь точно я прям очень много усилий пришлось приложить мне. Тут остался кусочек ткани даже. Смотрите, он никуда не делся. Вот он там остался. И все, его ни хрена отклеишь нафиг. Ну, а самое-то главное остается что? Это сковородка. Вот он, фаворит, надеюсь. Хотя я не знаю. Лех, как думаешь, приклеилось или нет? Я думаю, что немножечко все-таки крепче, чем секундный момент. Ну, как показывает практика, все равно чуть-чуть оно сильнее клеит. Но все равно это будет легко. Ну, прошлый я вообще не держал, то есть он под весом сковородки просто отклеился. Согласен, это точно будет намного легче, чем вот это. Но чуть-чуть сложнее, чем предыдущий. Хорошо. Давайте я сейчас так же не придержусь сковородку. Просто отклеиваем. Смотрите. Раз, два, три. Это что вообще такое? Нахрен кого? Ребята, я не знаю, как это комментировать. Что может приклеиться к антипригарному покрытию тогда? Понимаете, что вот этот суперклей, он приклеился чуть-чуть лучше, чем вот этот суперсекундный строительный клей. Я не знаю. Вот если я мог еще как-то поднять суперклеем сковородку, то вот этим вообще никак. Ну, вы видели, как его Леха отдирал вот от этой вот, как это, металла вот этого? От профиля. От профиля металлического. Капец, сколько усилий, вы видели? У него аж брови дрожали нахрен. Я не знаю, как сказать. То ли сковородка такая, то ли что. Леха, как ты вообще сможешь это прокомментировать? Не знаю. На самом деле, я думал, что после этого эксперимента, ну, эта сковорода пойдет на помойку. Она будет бесполезная. Но сейчас, мне кажется, ее просто немножечко потереть губкой и все. Нужно есть. Я, короче, не понимаю, как это работает. Подождите, напишите в комментариях, если вы предполагаете, что вообще может приклеиться к антипригарному покрытию. Я думаю, мы можем снять еще одну часть. Да, я бы с удовольствием еще бы что-нибудь попробовал. Я думаю, что если вы напишите в комментариях какие-нибудь интересные, там, клея, которые могут действительно приклеить, мы обязательно это протестим. А пока что, ну, все получилось как получилось. На самом деле, вы сами все видели, мы ничего не держали. Ну, Леха, понятно, он там старался как-то. То есть, я ничего не придерживал. Действительно, ничего не приклеивается к этой антипригарной сковородке. То есть, очень легко отклеивается. Я не знаю, что еще сказать. Если вам ролик понравился, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал внизу. Всем пока!